Итак, это анализ рынка. Сегодня 9 февраля 2024 года, время 7 часов 25 минут по московскому времени. Рыночный фон на сегодня такой. Азия в плюсе, фьючерс США, ЕС в минусе, нефть в минусе. По инцу ММВБ вчера, как и ожидали, получили полицейский разворот от уровня сопротивления 3260 пунктов. Я же еще раз напоминаю, что там проходит большая приеда сопротивления, как алгоритмически ходящих средних уровней, так и линейных уровней, диапазон 3200-3300 пунктов, то есть верхняя граница боковика ценового по московской биржам. По одночасовому, четырехчасовым и дневным графикам ММВБ сейчас вошел в жесткую фазу перегретости. Соответственно, я полагаю, у нас будет первый цель отката в районе 3220 пунктов, о чем ранее также говорил, и в район, вероятно, закрытия гэпа 3197 пунктов. Смотрите, я глубоко коррекции по рынку не жду, краха рынка не жду, обвала не жду. Почему? Потому что сейчас 70% физлиц и ММВБ шортят. Я боюсь, что по мере даже отката рынка этот коэффициент резко увеличится. Не будет ни 70, а ни 75-80. И поверьте, на таком мясе, на таком отбивном, на таком стейкище, под названием шортиста, падать рынок куда-то шибко, глубоко не получится, потому что уровень левереджа, то есть келитного плеча в их шортовых узелках, он неимоверно высокий, его процент. И, соответственно, крупному капиталу проще рынок вносить дальше. Вот на этом мясе, которое сейчас верит в крах, обвал российской рынок акции и прочую эту лабуду в этом духе. Поэтому мне видится как. Боковичок продолжится в районе 3300 пунктов по ММВБ. Но следующая фаза, мне видится, будет пробоем уровня 3300 с выходом в район куда-нибудь 3500, там 3700 пунктов. То есть те целевые значения, которые я по ММВБ ожидал и ожидаю по сей день. В общем, картина пока прежняя, шортистов много. И это мясо, по факту, героя нашего времени. То есть те лица, которые жертвуют собственным капиталом в угоду наших с вами выгод и благ. Далее я бы хотел перейти немножко на геополитику. Минфин США заявил, что запретит ввоз в страну ряда категорий алмазов из Российской Федерации, независимо от того, где их обработали. ОФАК утвердила документы в использовании решения G7. О запрете на импорт алмазов и бриллиантов из РФ. С 1 марта 2024 года введен запрет на импорт в США из России непромышленных алмазов весом от 1 карата. С 1 сентября весом от полукарата. Об этом сообщил Минфин США. Соответственно, скоро будут подобные санкции, я полагаю, европейцы на алмазодобывающую отрасль РФ. Только небольшое примечание. Алросе от этого ни холодно, ни жарко. Я много раз говорил, что логистические пути Алроса будут перестраивать в пользу Ближнего Востока и Азии. Это первое. Второе. Вот вся эта алмазодобывающая отрасль, она по факту заполнена фиктивными алмазами. То есть не настоящими, да, а просто фейки. Фейки, которые похожи на настоящие. То есть очень много поднагодных камней, с которыми Алросе придется справляться на горизонте ближайших как минимум 4 лет. Но я думаю, что все будет нормально. И перестроение логистики и цепочек поставок на Азиатский континент эта проблема так или иначе решит. Но я лично в Алросу сейчас не вхожу, не забегаю. Я, как говорил ранее, не вижу никаких потенциальных здесь торговых идей для того, чтобы эту бумагу отторговывать в пользу Ланга. Я жду снижения как минимум в район реперной поддержки диапазона 65-66 рублей. То есть те целевые уровни, которые раньше я озвучил. Тут есть четко голова и плечи. Есть основание этого уровня в районе 64-65. Поэтому к этому диапазону будем постепенно спускаться. И вот только от этого уровня я вижу резонт бумагу, рассмотрев в пользу Ланга. И то на короткосрочный лонг на возврат вышестоящего реперного сопротивления в диапазон 72. Конечно, в таком короткосрочном откате можно получить неплохой отскок от 10%. Но не более чем, потому что я думаю, рынок пока относится к этой бумаге с большим скеписом, с неопределенностью, в связи с тем фактом, что пока еще логистика на территорию Ближнего Востока и Азии в компании полноценно не разница. Соответственно, куда-то загонять Алросу в район выше 100, ну, рынку нет никакого резона. Поэтому боковик пока будет в какой-то мере в диапазоне 65, дефис 77. Все. И в этом боковичке бумажка, думаю, будет у нас торговаться довольно длительное время, может быть, годик-другой. Ну, а нам, как спекулянтам, то есть мне в первую очередь, это было бы даже выгодно. На нижней границе боковика покупаешь, на нижней границе боковика продаешь, не паришься, не суетишься. Я думаю, это довольно классная идея будет в лонг Алрос от нижней границы боковика 64,65. Далее хочу пару мыслей высказать по отношению к редомиляции акций компании Тинькофф Банк. Сейчас идет процесс переспределения юридического лица, то есть компания, которая ранее была в заграничной юрисдикции, переходит по спине юрисдикцию российскую. Так поступили раньше с офлайн, вконтакте, сейчас также поступает Яндекс, но и Тинькофф Банк, соответственно, тоже. То бишь все эти компании переходят в российскую юрисдикцию. Как говорится, в рамках российской юрисдикции с этими компаниями проще наблюдать, изучать их, натильные действия. Так вот, касательно акций Тинькофф Банк и его процессы редомиляции. Официально вчера было сообщение о том, что 20 февраля будут остановлены торги депозитарными расписками этой компании и заносится процесс конвертации их в акции. Это не делистинг, сразу подчеркиваю, поэтому не переживайте. С другой стороны, количество артистов в бумаге огромное, как и по всему рынку акции, поэтому после возобновления торгов, я думаю, наравне с ордцем МВ в бумаге увидим вынос, то бишь пользу роста. Бизнес хороший, рентабельность отличная, развитие банка шикарное. Я думаю, те лица, которые покупают эту бумагу на долгосрок, чисто инвестиционный, выше 4 тысячи и увидят. Я же лично повторюсь, что готов эту бумагу покупать от ниже стоящего уровня, которому сейчас более детально свои мысли выскажу. Вот. Лишний армагеддон, не вижу никакого смысла озвучиваю, и все будет нормально. Так что не переживайте. Вот. По акциям Тинькофф Банк, по данному графику, жду выхода медленно, но верно, на уровень реперной поддержки 2800-2900 рублей за бумагу. Четкий нисходящий тренд у нас имеется. По нему, в принципе, и торгуемся. Так что следующая цель у нас сюда. В районе также 1,8 Вера Ганн, где проходит алгоритмическая реперная поддержка, где мы также получим жесткую переполненность по осциллятору RCI и жесткий откуп шартов по индикатору CCL. Вот. Так что сюда придем и опять четко по тренду отскочим вверх. Так что краткосрочное движение от нижней границы нисходящего канала до верхней границы нисходящего канала, я думаю, поймать можно. Процент потенциальной прибыли на графике наблюдайте. Главное теперь дождаться и потом по уровням ниже стоящих этих границ его спокойно брать и лонговать. И, как говорится, нет смысла пережать и париться, и суетиться. Далее пару мыслей хочу сказать по отношению к индексу ММВ именно опционному рынку. Обратите внимание, что стоял колл-опцион по индексу ММВ в районе 3250 пунктов. Я полагаю, этот колл-опцион уже экспирировался в пользу получения прибыли этого крупного участника рынка. И напомню еще о другом моменте, что колл-опцион также имеется на уровне 3400 пунктов по индексу ММВ. Так вот, в чем прикол? Многие не понимают опционный рынок, и многие, кроме говоря, насрать на опционный рынок. И когда им вышло опционы, они вспоминят бинарные опционы этих клоунов, которые эту херню в свое время рекламировали, рекомендовали, мол, дудым-сюдым, да, легкие деньги. Нет, господа, это некие небинарные опционы. Опционный рынок указывает на настроение крупного капитала. Жит ли он роста в бумаге, либо падение. На эту тему я вполне резонно сделаю обучающий видеоролик в рамках основной биржи торговли в ближайшее время. Так вот, когда ИНС ММВ был на уровне 2950 пунктов, я также публиковал огромное количество настроений крупного капитала, о том, что он ждал выноса на 3,150-3,250. И еще раз повторюсь, вот самое главное, колл-опцион также имеет на уровне 3400 пунктов. То есть крупняк смотрит в пользу роста. То есть, учитывая эти факторы, внимание, а также учитывая тех клоунов, которые рынок сейчас шортят, и, внимание, по ИНСу ММВБ, с каждым движением рынка в пользу роста коэффициент шортов только растет. Уже 70% от общего количества физлиц рынок шортят. Я боюсь представить, что будет при коррекции рынка куда-нибудь в области 3200-3195 пунктов, закрытие ГЭПа. Я боюсь, что этот коэффициент просто вырастет еще сильнее. Коэнда уровень 75-77%, а то, может, даже и 80%. И, учитывая вот эту динамику шортов, толпы, физлиц, учитывая то, что крупняк, опцион держит на уровне 3400 пунктов, я боюсь, что после текущей коррекции мы еще выше пойдем по рынку. Поэтому я еще раз повторюсь, что шортить рынок не надо. Шортят его только лудоманы, которые готовы с удовольствием потерять свои честно заработанные, ну, либо не честно заработанные деньги. Я не знаю, кто как эти деньги зарабатывал, но суть остается прежней. Которые готовы потерять эти деньги. Вот они сейчас лудоманят, они сейчас теряют, и им это в кайф. Вот если вы не лудоман, то нехрен шортить рынок, потому что мне приходит довольно большое количество сообщений, что в личные сообщения в Телеграме, что на корпоративную почту нашу. И приходит, Михайлович, где шортить? Михайлович, где шортить? Михайлович, почему не шортишь? Почему не шортишь? Я что, похож на долбоеба, что ли? Шортить рынок сейчас. Я что, на клоуны похож? Вы что, в цирк приехали? Я думаю, что нет, вы не в цирке. Кто на рынке торговал, тот вариант цирки не смеется. Так что не надо быть клоуном, не надо быть лудоманом, и не надо шортить рынок здесь, сейчас. Не хотите потерять бабки, не уподобляйтесь толпе, которая сейчас в бараний рог скручивается. Так что я все сказал. Опционный рынок смотрит в пользу роста движения ММВБ. Шортистов тьма. Логику, думаю, прослеживайте, правильно? Не надо шортить. Вынос дальше будет, даже после текущей фазы коррекции. Далее, перехожу к индексу ММВБ и фьючерсу на ММВБ. Вот я плиту провел, в которой, еще раз указываю, к верхней грани боковика мы с вами пришли. Еще я расскажу. Ровно 12, 13, 15, 17 декабря, то есть вот на этих минимумах рынка, я вам сообщал, что мы уровень вот этой линии поддержки алкоголикамической ЕМА-200 не пробьем. Рынок находится в фазе жесточайшей перепроданности, и крупный капитал сейчас рынок начинает пылесосить. Вот видите, после этого все это было прекрасно видно. Золотой крест тоже формируется, объемы сокращаются на продажу. Мне тогда многие писали, что, мол, Михайлович, ты дебил, ты ничего в этой жизни не понимаешь. Я говорю, хорошо, раз я дебил, блядь, я буду ставку делать в пользу роста, покупаю те-то-тето акции, которые я в нашем клубе покупал, которые я покупал также публично, и поверьте, мне заработал прилично. Вот теперь те клоуны, которые мне такую херню писали, покупают рынок вот прямо здесь. И вот эти чудики, внимание, на плечи входит в рынок. На плечи. Поэтому от текущего уровня я продолжаю сжать коррекции в район поддержки 3,220, в район поддержки 3,195 и 3,185, то есть на целый диапазон закрытия ГЭПа. В чем прикол? В том, что мы получили полицейский разворот на этом уровне при перегретости рынка, при снижении объемов на покупку по МСД и при том раскладе, что крупный капитал бабки постепенно с рынка выводят. свои позиции в пользу прибыли в рамках текущего краткосрочного восходящего канала в рамках боковика. Здесь мы краткосрочный откат увидим, какое-то время подторгуемся, подарифуемся, шартистов поднакопим и этих клонов опять в пользу роста рынка направим, как говорится, в последний путь. А может быть предпоследний, хрен знает, потому что если будет реально расти количество шартистов дальше по рынку, там какие-нибудь 80% будет, при пробои 3300 пунктов по Мосбирже, извините меня, 3400 это только будет такая промежуточная цель. То есть мы тогда пойдем уже к стратегическим целям, которые я вам еще в конце того года озвучил, на годовом обзоре ММВБ, что в район 3600-3700 ПМВМ мы еще можем хорошенько выйти. И видео, которое я вам еще в начале января озвучивал мои тоже ожидания от рынка на текущий год. Поэтому моя позиция какая сейчас по рынку? Вот он, мой портфель, публичный портфель. В чем суть? В том, что я делал ранее крупную ставку на акции, то есть были такие компании как МТС, которые я вам публично озвучил, что я ее продаю. Вот он пост от 7 февраля в нашем телеграм-канале. Почему? Потому что я буду его покупать МТС снова на уровень 260 рублей по мере коррекции рынка и с выносом уже на 295-300 рублей. Ну и поступаю как спекулянт, кровяно говоря, то бишь цена все равно вернется к моей бывшей средней стоимости по позициям 258-257 рублей за акцию. У меня была средняя стоимость на момент 7 февраля на позавчерашний день. Ну там я ее продал, вот по меру роста прибыль зафиксировал, все. День, как говорится, освободил. Скоро МТС еще разу куплю по мере отката цены. Соответственно, довольно крупную ставочку я продолжаю делать на Газпром. Вот, Русал также по мере роста я медленно, но верно беру да распродаю. Как говорил ранее, говорил неоднократно, я позиции по российским акциям по мере роста буду банально брать и продавать и по ним приволь фиксировать. Это что касается российского рынка акций. Что касается сырьевого рынка, я делаю ставочку на фьючерсы природного газа. Чуть попозже на аргументацию своей сделки я перейду. Вот, прав-неправ буду выраст, не выраст, не знаю, время пока, что по случаю у меня до экспирации фьючерсного контракта еще два месяца имеется. Соответственно, у меня там находится полтора процента депозита по данному лангу природного газа, но готов усредить его как минимум до, может быть, трех процентов от капитала по позиции. Вот, кстати говоря, там к уровням, которые, где можно принимать торговые решения, постепенно там газ можно уже и подбирать. Вот, также я делаю крупную ставку на сырьевые товары, палладий, да, вот, серебро и, соответственно, большую часть капитала держу в маневровом кэше на вкладах на случай более бурного падения рынка, потому что, я еще раз повторю, что весь мир движется к финансовому кризису, я говорю еще раз, кэш не трэш, кэш не мусор, кэш спасения, поэтому всеми бабками сейчас торговать в рынке будет только олигофрен, которому не жалко деньги будут в процессе потерять. Я же прекрасно понимаю, что в предыдущем году движение по росту я поймал, вы поймали, отлично. В этом году нужно добивать финальные позиции в виде того же самого Газпрома, в виде каких-либо других идей по рынку, да, которые также будем по мере отката видеть их, от ланга снова набирать и потом с рынка полностью выходить, рынка акций, я имею в виду, потому что, когда ему в это работает уровень там 3700 пунктов, там уже все, там тотальные продажи пойдут, очень сильное сопротивление и глубокая коррекция рынка, мы ее неизбежно увидим. Вот, поэтому ставочку на кризис я делаю, финансовый, мировой, вот, и как следствие посетенненько в кэш выхожу. Так что, вот мой портфель, можете его изучить, посмотреть, на паузу поставить, и, соответственно, позиции, ну, то есть, мои мысли по отношению к рынку они имеют абсолютно прежние. Вот, как-то оно вот так. Далее, что касается инексу РТС, фьючерс на РТС, по инексу РТС мы торгуемся в боковике на 1100-1130 пунктов. В принципе, мы сейчас торгуемся на уровнях Яма-9 и медианах по Лос-Бонжер в этом ценовом диапазоне, поэтому тут мы сегодня тоже подарифуем, неделю торгового тут закроем, вот потом плавно будем выходить в пользу роста РТС в районе сопротивления 1150 пунктов на факторе коррекции валютного рынка, о которой сейчас будем летально поговорим. Так как валютный рынок входит в фазу своей краткосрочной перегреться, и, соответственно, доллар, юань, евро торгуются также при боковиках. Вот, по доллару боковик 8750, 9260, мы здесь торгуемся, и когда травят верхний рынок как этот свечной шип, соответственно, тоже мы пойдем снова вниз по баксу в район поддержки 89, там 88. По евро та же самая шляпа, цели будут у нас ниже, по юаня та же самая шляпа, цели будут ниже. Так что, по валютам я сейчас не торгую, я валют не лезу, не вижу никакого резона в них. Как следствие, лишний раз риски по этому руку не беру на себе. Зачем? Далее, нефть марки Брент, здесь ситуация следующая, отпускные цены странной опеки, странной прочной, нефтедобывающей постепенно снижает, это начать то, что спрос на нефть у нас падает. Соответственно, есть вопрос, почему нефть растет при снижении спроса. Все просто, война на Ближнем Востоке эскалируется, как таковая. Но помните, что сейчас нефть это безрассудный инструмент. Если будут объявлены перемирия, либо мир на Ближнем Востоке, все, нефть обвалится. И приводят на уровень моего лонгового ожидания в диапазон 71-72 доллара за барр на зону большого покупателя. Я сейчас нефтью не торгую. Честно скажу, мне на нефть глубоко фиолетово. И все эти форс-мажоры политические, я их учитываю, поэтому повторюсь еще раз. Есть чет юрин покупателя, от которого следует принимать торговые решения. И здесь торговые решения принимать будет только чел, которому глубоко насрать на себя и на свою жизнь. И на свои бабки. Поэтому здесь принимать решения я, честно говоря, не собираюсь. Потому что я не какой-нибудь там клоун, который публично вещает, что вот здесь купи нефть, а потом на 90-е продашь ее. А где гарантия, что будет по 90-е? Где? Ее нету. Уже ряд форс-мажорных событий влияет на рынок нефти. Поэтому вот, четкая лонгобласть есть. Вот она, проходит галочка сейчас. Выделил. Там готов нефть от лонга брать. Далее. Природный газ. Хочу озвучить предварительно пару мыслей по отношению к газу. Дневное потребление природного газа США в 48-ми шатах выросло до рекорда. Сообщает Минэнерго США. Отсаный природный газ торгуется на исторических минимумах. Это первое. Второе. Природный газ в Европе также торгуется на исторических минимумах. Постепенно разворачиваются в пользу роста. Цена, цель по природным газу в Европе на уровне 600 баксов у нас находится. Я еще раз напомню, что топительный сезон уже подходит к концу. Газовые хранилища опустошаются в Европе, в Америке, в Тихоокеанском регионе и прочем в том духе. Тем самым у нас скоро спрос на газ будет довольно жестко расти. Я текущих уровней в 1.90 по природному газу нас будут постепенно вносить к уровню 2.5-3 баксов. Вот сейчас техническую картину по газу перейдем. Природный газ по дневному графику у нас сквизит вниз. Вот сейчас штурмуется диапазон 1.85. Я же перейду на недельный график. Просто вам покажу здесь четкую волновую разметку, которую я еще говорил в 2020 году, которую я также ретрансилировал на протяжении последних лет. Сейчас, секундочку, я вам покажу волновую формацию здесь. Вот. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая волна. Все. Дальше у нас коррекционная волна А, Б, С. Вот. Дальше будем вылетать вверх по газу. Ну, кстати говоря, волна С, я думаю, будет чутка повыше, чем текущая. Ну, где-то вот здесь уже и снова движение по газу закончится. Коррекционная. Вот. Поэтому цели по газу выше. Если бы были, например, ETF-контракт на газ, я бы ETF-покупал, то есть, паевые фонды. Потому что я готов был подожрать бы газы на 7 баксах. Да, тут срубить, условно говоря, не знаю, 300% с позиции. Но если бы были такие ETF-покс, к сожалению, в российском рынке ETF-покс таких нет. Хотя пора бы уже, блин, вводить нормально. Вот. Поэтому я пока удерживаю фьючерс на газ. Я, скорее всего, буду перемитаться из контрактов в контракт. Дать дальние контракты дальше июля не получишь, потому что дальше июля контрактов нету газовых. Вот. Поэтому, как минимум, на мартовском контракте я ожидаю выхода цены вверх на закрытие гэпов диапазона Ямай 9 по недельному графику 2.48, 2.50 и 2.60. Окажусь, я прав, либо нет, я хер его знает. Я не гур, я не ванга, буду еще не вижу. Если в сделке зафиксирую убыток, как говорится, обосрусь, то я вам скажу, что я обосрался в этой сделке и все. Если я скажу, если у меня на принесет прибыль, то я скажу, что я заработал. Все. Ну, по факту. Тут смысл чего-то утаивать, смысл уподобляться этим сраным инфо-цыганам рынка, которые показывают тупо свои прибыли. На самом деле, бывает иногда и убытки. Вот сейчас у меня средний сна по газу в фьючерсном контракту на март в районе 2.10. Да, я сейчас в локальном убытке, в бумажном убытке. Соответственно, я его готов где подкупать, а то уровень 1.90. Все. Но я вижу прекрасно, что цена входит в жесточайшую фазу перепроданности, прям в пипец просто неимоверно необоснованную. Ну и природный газ как базовый актив на США, да, вот тоже сам уже входит в жесткую фазу перепроданности. Причем крупный капитал постепенненько шортики готов в этом инструменте откупать. Поэтому, может быть, на отчетности природного газа в США будет сам газ расти. Скажут, что запасы снизили. Херрак выстрелит а пару торговых сейстов уровень 2.73. Такое тоже бывало неоднократно. Вот. Почему бы я этому действию не повторюсь? Гэпом вверх откроется, гэпом на гэпе и будет резкий вынос. Такое может быть. В общем и целом я свою позицию озвучил. Вот. За свои, как говорится, макроэкономические ожидания. Ну, я же отвечаю своими же деньгами. Фактически. Так что сделка рискованная, но риск здесь обоснованный. Я на полтора процента депозита в эту сделку вошел. Готов ее увеличить, может быть, до 3.3. Может быть, до 4.3% от депозита. Вот. Ну, опять же, аккуратно, лестенько, не парить, не свою часть. И прекрасно понимать, что газ вышел в фазу своей перепродности. Далее, драгоценные промышленные металлы. Золото торгуется при формации треугольника по дневному графику. я просто обращаю ваше внимание на то, что сейчас индекс баксы, этот сученыш, продолжает расти, как мы с вами и ожидали еще в декабре предыдущего года, что цель назовет районе 104-108 пунктов. Но в чем прикол? В том, что рынок драгметаллов, в простую очередь, в баксе, он не падает, как это было раньше. Нету обвала. И слава тебе, Господи, что рынок уверовал наконец-таки в рынок металлов. Вон, серебро, также в боковике, платина в боковике, Паллади тоже. По Паллади я поза постепенненько наращиваю от Ланга. Только я наращиваю не фьючерсы, а обезличенный металлический счет в государственном трехбуквенном банке. Не будем рекламировать никого. Я вижу прекрасно, что по дневному графику крупный капитал уже постепенно готов разворачиваться в пользу покупки и откупать свои шарты. У него будет следующая отработка в районе 1200-1300. По дневному графику по недельному графику та же самая шляпа. Высшая цель у нас состоится прежний. ЕМА-200-1230 и ЕМА-100 в районе 1600-1700. В рублях природный газ будет рассеять до диапазона 4000 рублей за 1 грамм. Может быть, даже чуть выше, там, 400-400-200. За счет фактора девальвации рубля за счет фактора роста цены на Паллади. Так что, где-нибудь на вышестоящих эшелонах я газы... Ой, извиняюсь, я Паллади буду продавать. Вот. Прибыль среднестрочек по нему фиксировать. Сейчас я не парюсь, я не суючусь, я делаю ставку такую довольно жесткую на товарно-сырьевую рынок. Как говорится, в том году рынок акций принес больше прибыли и рынок валюты. В этом году, полагая, товарный рынок придет больше прибыли и больше... ну, больше сигналов на ломка здесь находятся, чем там по рынку акций, например, который в том момент вырос уже на 70% почти. Далее, пара моментов касательно акций компании «Газпром» и акций компании «Русал». Смотрите, по недельному графику «Газпром» торгуются в жестком треугольнике вблизи своих исторических минимумов. Честно говоря, меня эти уже расспросы по поводу «Газпрома» прилетает все больше и больше, мол, Михайлович, почему «Газпром»? Михайлович, держишь ли ты «Газпром»? Я об этом публикую и посты текстового на Телеграм-канале, ВКонтакте, Яндекс.Зен, вообще визите только можно, ну, вот на наших ресурсах биржевик. И я еще расскажу, что да, конечно, я «Газпром» держу, у меня 10% в эти позиции «Газпрома». Идет запрос также на тему того, что «Газпром» будет там по 120, по 110. Окей, не вопрос, я не против. «Газпром» по 110, я просто буду все покупать, и я буду увеличивать долю «Газпрома», как минимум, не знаю, до, не знаю, 30% от депозита. Я готов увеличить, потому что будет тотальный исторический минимум, уровень кризиса 2008 года. Дадут такую возможность по «Газпрому», я ей только воспользуюсь с удовольствием. Вот, но если не дадут, то по «Газпром» будем вылетать вверх, вот сюда. И по «Мир роста» будут бумажком распродавать, так что взгляд, мысли по «Газпрому» прежним. «Русал», продолжая постепенненько продавать по «Мир роста», у нас в понедельном графику тоже «Шип свечен» на медиа на полосе больше 37-20 остался. Вот, и постепенно к этому уровню будем выходить. Но даже вполне резонно повыше, конкурент 38, тоже мы в моменте можем коснуться. Так что, крупнячок пока «Русал» лонгует, это видно по техническим индикаторам, и как следствие, у меня тоже небольшая поза по «Русалу» осталась, осталась у «Газпрома» где-нибудь на уровне там 37-50-38. Все, прибыль зафиксирует, и сделки полностью выйдем из этой среднесрочной сделки, о которой я давал еще сигналы и отмашки, как говорится, в панике рынка 15-16 декабря, то бишь, вот здесь еще, вот на этом ценовом диапазоне. Вот там я и, в принципе, ее и покупал, об этом говорил публично. В общем, жду повыше. В целом, подводя анализ, итоги анализа рынка, озвучиваю одну простую вещь, что по рынку акций шортить ничего не надо, лонги по «Миросу» надо дальше раздавать, мыслями о прежности еще, и все, что сказал в этом видеоролике, я также сопутствую в рамках своих трейдов. Поэтому, картина прежняя. Я вам рекомендую подписаться на все наши медиаисточники, вступить в наш клуб трейдеров можете в описании под каждым видеороликом, через наш официальный сайт биржевиквип.ру, либо через наш официальный Тиграм-робот биржевикбот. У нас имеются телеграм-каналы про рынок акций, про сырьевый рынок, про облигации, про банк-сектор, группа ВКонтакте и Яндекс.Зен. Рекомендую на все эти ресурсы подписаться, информация, которая уходит там, задержка во время поступает на YouTube. Ну и помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время и грамотная стратегия, наши главные союзники. На этом все. Всего вам доброго, удачи торгов, до свидания.